МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Личность погибшего опознал его родной брат. К месту обнаружения тела подъехали все оперативные службы города. Сотрудники МЧС, полиции, следователи регионального следственного комитета, следователи-криминалисты. Что стало причиной смерти, выяснит судмедэкспертиза. Поиск пропавшего Никиты был продолжен утром 26 марта. На розыск выдвинулись сотрудники МЧС. Они обследовали местность вдоль Волги от восточного моста. К заброшенному зданию у Волги бывшие очистные сооружения выдвинулись сотрудники Росгвардии и волонтеры. Именно здесь и обнаружили тело. Оно лежало на глубине около 8 метров. В бетонных перекрытиях здания зияют огромные дыры. Возможно, молодой человек оступился, а, возможно, кто-то толкнул. На все вопросы ответит следствие. Возникает еще один вопрос. Как и зачем 27-летний парень пришел в это заброшенное здание? У Никиты остались жена и маленький ребенок. Мы приносим соболезнования родным и близким Никите Мельникова. Тем временем продолжаются поиски еще одного пропавшего молодого человека Александра Георгиевича Четверкина. 21-летний Александр пропал 7 марта, ушел из дома и не вернулся. Объявление с просьбой о помощи по городу разместил отец пропавшего, Георгий Четверкин, глава Каблуковского сельского поселения. Заметим, Никита Мельников, младший брат известного тверского бизнесмена, депутата собрания депутатов Калининского района Даниила Мельникова. В Ишневолодске международным следственным отделом регионального следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении начальника территориального участка города Вышний Волочок, Газпром, Межрегион, Газтверь, подозреваемого в незаконном получении денежных средств за незаконное бездействие, задержанного с поличным сотрудниками ОФСБ России по Тверской области. По данным следствия, 22 марта текущего года начальник территориального участка Газпром, Межрегион, Газтверь, обладая служебными полномочиями в силу своего должностного положения применять санкции к абонентам, нарушающим условия заключенного договора, получил от гражданина 150 тысяч рублей за незаконное бездействие в интересах последнего, а именно за непривлечение его к ответственности в связи с нарушением использования прибора учета подачи газа. Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.